я начинаю этот влог уже вечером хотя приехали мы сюда довольно таки давно снимала какие-то кусочки влога я надеюсь что вам будет интересно потому что многие просили когда будет влог когда будет влог и вот на таком красивом фоне я решила поздороваться с вами и начать его и показать вам как мы сегодня провели этот день как будто на полгода едем фото хочешь сделать давай обалдеть посмотрите как здесь красиво просто вообще самое нереальное для меня что во первых никого нет а во вторых вам слышно как птицы поют и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саша разделась, жарко очень Соня, покажись, как ты выглядишь Ну покажись Саш, сиди, сиди там, играй Вот просто Соня пять минут поиграла Как будто специально тебе замазали, пошли Сашка, идем откусишь Девочкам сосиски? Уже они почти, по-моему, готовы Нет? Так не кажется тебе? Кажется Я думаю, что Саша точно будет А девчонкам сосиски Девчонкам сосиски У нас уже ужин, да, Соня? Как тебе ужинается под шум прибоя? Не молчай А вот и мой ужин Я это однозначно буду Ты посолил чуть-чуть? Да, посолил Не, мне кажется, этого вполне достаточно Готово уже? Я думаю, что готово Оно пахнет нереально Утки цвет, да, сразу какой-то вот другой Вы только посмотрите, какая красота Антон купил палатку Быстро складывающуюся Быстро раскладывающуюся Очень удобно Если у тебя нет рюкзака, ты можешь ее просто на плечи кинуть Ха-ха, очень смешно Ты сейчас серьезно? Я тебе сейчас покажу Посмотрите уже закат какой Мы тут весь день провели Мне кажется, этот влог будет максимально полезным Максимально насыщенным, интересным Еще и вдохновляющим Еще и информативным Потому что красоту вы посмотрели, увидели, вдохновились Также я и ремонтную часть обязательно вставлю Как я переделывала балкон Потому что я знаю, что девочки ждут Хотят посмотреть, какой окраской пользовалась И так далее Обязательно все покажу Также буду потихонечку выполнять ваши запросы И снимать, скорее всего, вот такие кусочки вставки Делать во влоге Потому что очень много вопросов есть Которые повторяются Очень много девочек меня, особенно в последнее время Спрашивают и просят Вообще снять отдельный ролик, как я крашу волосы Чем я пользуюсь, как я это делаю Какая у меня краска И так далее Отдельный ролик я снимать не буду Но вот в этом ролике я вам покажу Потому что процесс это как бы такой Нет у меня одной какой-то краски Вот так вот показать или сфоткать, отправить Это у меня куча баночек Которые я все притащила Сейчас покажу Еще, как только наступила весна Все вдруг меня начали спрашивать Ну не все, но очень много комментариев И также в личные сообщения девочки начали спрашивать У меня есть фотоэпилятор домашний Как раз многие спрашивали Работает он или нет Отзыв мой спустя огромное количество времени Потому что я его заказывала в прошлом году Буквально почти год назад После проведения курса Я использовала на ногах Наверное где-то 9 недель Может быть даже 10 недель Волосы у меня исчезли вообще полностью Практически Совсем некоторые зоны только у меня не поддались И то мне кажется, если бы я продолжила Они бы тоже у меня уже поддались и сдались И новый год я встретила практически вот с идеальными ногами И потом забросила И вот совсем недавно только снова достала Потому что я вижу, что у меня на ногах Снова появляются островки Причем у меня даже до сих пор Есть некоторые места Где волосы не растут Даже до сих пор Хотя я для профилактики даже не использовала Раз в месяц Как рекомендует производитель У меня кстати есть на него отдельный обзор Отдельный ролик Я вам здесь ссылку оставлю подсказку Перейдите посмотреть Этот фотоэпилятор продается и на Озон И на Валберес И Яндекс Маркет Если интересно, ссылку вам оставлю Также я вам оставлю ссылку Где я заказывала в прошлом году Этот фотоэпилятор У официальных представителей бренда Иллюминаш Потому что это израильский бренд Который производит высокоэффективные Очень крутые, безопасные Сертифицированные гаджеты Которыми женщины могут пользоваться Не выходя из дома Проводить салонные процедуры У меня это фотоэпилятор Который работает по запатентованной технологии Элос И модель у меня называется Иллюминаш Просайз Тач Про Ну и что за технология такая Элос Простыми словами Кстати говоря, эта технология и в салонах Используется в салонах процедурах И почему я ее выбрала? Потому что на волосяной фолликул Воздействуют два вида энергии Это световая энергия По-моему она по-умному называется IPL И еще РФ Это тепловое воздействие То есть на волосяную фолликул Воздействуют две силы И внутри здесь находится лампа Которая генерирует световые вспышки Процедура абсолютно безболезненная Я не ощущаю никакого дискомфорта И работаю, причем я на третьем режиме Здесь есть три режима интенсивности Все свои зоны я обрабатываю Ну это у меня ноги на данный момент Подмышки Ну мне кажется, что максимум пять минут Если какие-то у вас гормонозависимые зоны Вы обрабатываете Это зона бикини и подмышки Я рекомендую обрабатывать одну и ту же зону Как минимум два-три раза Проходиться по ней Причем мне вот именно этот Мой аппарат нравится тем, что Его можно применять точечно Пока я держу Эта зона обрабатывается А также здесь есть режим серийной вспышки Когда вы плотно прикладываете это окошко И не приподнимая ведесе И эта зона обрабатывается автоматически Не все фотоэпиляторы имеют такую функцию Где-то вот точечно вот все это нужно водить Представляете, если все тело так обрабатывать Сколько времени займет А здесь, наверное, на обработку всего тела Уйдет максимум минут десять И вы это можете сделать самостоятельно В любое время Вам ни перед кем не нужно раздеваться Ну и, конечно, для меня немаловажный факт Это то, что здесь безлимитное Неограниченное количество вспышек Большинство фотоэпиляторов имеют Ограниченное количество фото вспышек Типа, например, сто тысяч А вы потом экономите Считайте себе вот эти вспышки Сколько вы там использовали Также некоторые фотоэпиляторы имеют ограничения По тону кожи, по цвету волос Здесь ограничений нет Этот фотоэпилятор подходит и для светлых волос И для темных волос Сто вспышек в минуту делает этот фотоэпилятор И, как вы видите, да, здесь нет каких-то вспышек Огромных лучей Очень комфортно с ним работать И покажу вам, как я его использую Потому что ноги у меня уже подготовлены Подготовка супер простая Просто ноги нужно побрить бритвенным станком Ноги должны быть, ну, не ноги Любая поверхность, где вы используете Должно быть сухо, чисто, никаких дополнительных косметических средств Не требуется Теперь перейдем к следующей теме Животрепещущей Это тема волос Чем я крашу, как я крашу И сейчас расскажу свои самые главные нюансы Самые главные правила И то, чем я пользуюсь уже на протяжении года Первый мой этап Это защита волос Да, это не само окрашивание Это защита волос Я использую вот такой специальный мус Реструктурант Он называется Он идет с экстрактом от рубей пшеницы И это специальный мус Который можно, кстати говоря, его добавлять И, по-моему, в саму краску Для того, чтобы разбавить Но я его использую именно как Защиту структуры волос Во время окрашивания, обесцвечивания Мелирования, химической завивки Также он питает, увлажняет Выравнивает пористость волос После химического воздействия Защита краевой линии роста волос Перед окрашиванием Защита кожи руки-головы При контакте с агрессивными продуктами Снижение зуда и стягивания кожи Волосистой части головы При добавлении в красящую смесь Для получения чего-то там Равномерного результата Короче говоря, есть у бренда Капус Профессионал Вот такой специальный мус Объем 250 мл Тоже покупала год назад И я его использую постоянно И не только, кстати говоря Во время окрашивания волос Я его иногда просто даже на длину волоса наносила Для того, чтобы волосы были более уплотненными Что ли, более такими живыми казались Потому что у меня разрушенная структура волоса Очень сухая И, ну короче, ладно Я не буду стремать свои волосы Какие они были Потому что сейчас То состояние, в котором они находятся Мне кажется, что я большая молодежь И, кстати говоря, за волосами Я всегда хорошо ухаживала И они у меня всегда были хорошего качества Они всегда плотные, с блеском Даже блонд, крашеный блонд Даже самые простые бытовые краски У меня выдерживали мои волосы Но после того, как я переболела Вот этой, да, популярной болезнью У меня месяца через три, наверное У меня настолько ухудшилось состояние волос Они у меня мало того, что выпали Плюс еще они у меня очень сильно поломались И поэтому я сейчас особо, конечно, тщательно отношусь К уходу, к подбору ухода И также, конечно, за питанием слежу Потому что волосы, состояние волос Зависит не только от ухода Но и также, конечно, от питания Чтобы не было недостатка витаминов Вот, это первый этап Я наношу на всю длину Даже на кончики волос Мне его не жалко наносить Главное, чтобы волосы Если вдруг туда попадет Какая-то смесь красящая, оксид или порошок Чтобы они были хотя бы хоть как-то защищены Я в это верю И поэтому использую Отхожу от корней, кстати говоря Где-то на сантиметр Но в зависимости от того, насколько отросли мои волосы Второй этап, это осветление Я использую осветляющий порошок Я его, кстати говоря, сейчас заказала Скоро, может, в покупках покажу Может, и не буду уже показывать повторно Это вот такой обесцвечивающий порошок С антижелтым эффектом Капус Профэшнл Мне кажется, что мне опять его на год хватит Я его даже не открывала И, ну, потому что он точно такой же Внутри находится пакетик С серым порошком Вот такой вот пакет И у меня здесь еще на один раз осталось Представляете? Целый год Ну вот серьезно Сколько я его использую Это, кстати Я сама тоже покупала Это не реклама Я вам просто рассказываю, показываю Отвечаю на ваши вопросы Чем я пользуюсь? Беру я порошок И вот этот оксид трехпроцентный Один к двум В соотношении Если я беру 40 грамм, например, порошка Я всегда отмеряю У меня есть специальные кухонные весы Я измеряю точно С точностью Прямо по граммам И беру 80 миллилитров Или 80 грамм Вот этого окислителя В бытовых красках Хочу отметить Окислители иногда идут даже 12% В основном Если брать блонд Ну самый наилучший вариант Это 6% оксид А в худшем случае Это, конечно, 12% Я даже раньше не знала Что волосы можно осветлять Даже оказывается На трехпроцентном оксиде И я держу даже недолго 30-40 минут Иногда даже Хотя трехпроцентный оксид Профессионалы говорят Что можно держать даже До одного часа Чем меньше вот этот процент оксида Тем он меньше влияет Отрицательно на волосы На кожу головы И на состояние Качества волос Конечно же Я говорю про свои исходные данные У меня волосы русые Темно-русые Мне этот вариант Подходит Трехпроцентный оксид Плюс осветлитель Вот такой вот порошок Первый этап Значит я наношу Наношу исключительно Только на корни На то, что отросло И если я раньше начинала Вот с этой зоны Теперь я начинаю С затылочной зоны Потому что Пока вы дойдете До затылка У вас Эта зона Уже становится Просто Желтой 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 У вас все здесь Осветлилось А затылок Остается темным Быстренько по проборам Нанесла Оставила минут на 30 Но в основном Я держу 30 минут Я уже вижу По состоянию корней Осветлились они у меня Или нет И они становятся Желтоватыми Но это не должно вас пугать Потому что Первый конечно же Этап Осветления Он не должен давать Уже какой-то Конечный там Оттенок Даже несмотря на то Что осветляющий порошок Называется с антижелтым Эффектом Все равно Желтизна присутствует Эту желтизну Нужно тонировать А не пытаться Высветлить Как раз таки Далее Второй этап Я мою волосы Кстати говоря Промываю Очень долго промывала Вот этот весь порошок Промываю шампунем И уже осветленные волосы Я потом тонирую На оксиде Полутора процентом У меня тоже Видите Какая большая бутылка И впервые Я заказала Вот такую вот Краску для волос Это 1002 Я всегда беру Краску для волос Которая начинается С циферки 10 Любая линейка У того же бренда Капус Либо если даже Какой-то другой бренд Я всегда смотрю Чтобы было 10 А потом уже В зависимости от того Какой я хочу Блонд Я уже смотрю Вот здесь у меня Платиновый блонд И здесь объем 100 миллилитров И одной упаковки Кстати говоря Вот это Насколько это экономно На самом деле Одной упаковки Вам хватит На три раза Ну по крайней мере Мне хватает На три раза Потому что Здесь я Отмеряю Беру себе 33 миллилитра Грамма И как раз таки Тоже в соотношении Один к двум Хотя здесь написано По-моему Один к полутора Но я все равно Беру один к двум Я использую Оксид Полтора процентный Все смешиваю Наношу на волосы И кстати говоря После второго этапа Я тоже использую Вот этот Мусс Реструктурант С этой тонирующей смесью На голове Я хожу Максимум 15 минут Причем Каким образом Я начинаю наносить Наношу Сначала на корни На все корни Нанесла На вот эти Желтые участки Которые у меня Осветлились Потом После того Как проходит Минут 5 Я начинаю Растягивать И кстати Я вчера Передержала Откликлась Минут 20 Держала И поэтому Волосы имеют Ярко выраженный Какой-то Вот такой Серый оттенок Очень холодный Какой-то Даже немножко Грубый серый Мне не очень нравится Поэтому Не рекомендую Передерживать Лучше Начните С минут 10 Посмотрите На эффект А потом В следующий раз Если что Будете Чуть-чуть Прибавлять Уже время Чтобы потом Не ходить С серыми волосами Такими Как бы Типа седыми Но в любом В любом случае Я понимаю Что этот Эффект Смоется Где-то Наверное Через 2-3 Помывки Уже Будет Нормально Все Я теперь Рассказала Про окрашивание Волос Я очень Надеюсь Что это Было Информативно И полезно Для тех Кто спрашивал Может быть Кому-то Такая схема Осветление Волос Окрашивание Волос Тоже Подойдет Теперь Я пойду Обрабатывать Ножки Свои Ну а вы Смотрите Как я Обновляла Балкон Всю Весь Процесс Ремонта Я думаю Что многим Должно Быть Интересно Это Сейчас Я займусь Балконом Хочу Обновить Во-первых Диван Но это Я думаю Будет Нескоро Только После того Как я Уже Покрашу Балкон Я вам Покажу Что я Сделаю С диваном Покажу Что я Сделаю С балконом Сегодня Очень Резко Как-то Я решила Антона Отправить В магазин Чтобы он Купил Краску Специальную И Я Собираюсь Перекрасить Балкон Полностью Вот этот Один Основной Наш Балкон Которым Мы Постоянно Пользуемся И все Лето Проводим Здесь Поэтому Хочется Чтобы Было Уютно Чтобы Было Приятно Там Находиться Не Как В бане Не Очень Я Люблю Цвет Вот Этот Который Идет У Вагонки Натуральный Потому Что Он Какой Желатый Не Очень Приятный И Темный Поэтому Хочется Чего-то Светлого Покажу Сразу Потому Что В любом Случа Наверное Будут Вопросы Чем Я Планирую Красить Антону Прекомендовали Вот Такую Краску Кроющий Антисептик По Дереву Цвет Называется Оттенок Айсберг Ну И Не Широкий Вот Такой Мини Валик И Так Кисточка И Для Валика Специальная Вот Не Помню Полуматовый Моющийся Покрытие И Самое Главное Экологичный Без Запаха Вот И Косяки Вот Видите Вот Этот Косяк Тоже Нужно Весь Прокрасить Потому Что Мы Здесь Ремонт Не Делали Вообще Все От Прежних Хозяев Осталось Здесь На Балконе Поэтому Пора Бы Уже Обновить Вообще Ничем Не Пахнет Круто Прошел Ровно Час И Вот Столько Я успела Сделать Это Один Слой Естественно Где-то Местами Полтора Слоя Кому Надо Обращайтесь Телефон Будет Вот Сейчас Где-то Здесь Клево Ты С этой Бумагой Придумала С какой С Пергаментом Такая Такая Все Что Не Придумаю Все Гениальное Антон Уродилась Завтра Завтра Утром Сделаю Еще Один Слой У тебя Краски Хватит Да На Утро Хватит Потом Тебе Придется Съездить Видно Конечно Пока Всякие Пятнышки Ну И вот Здесь Уже Конечно Намного Лучше Круто Да Выглядит Вообще Смотрю Как будто Не наш Балкон Доброе утро Слышите Как птица Поет Так Здорово Здесь Очень Даже Неплохо Я вот Смотрю Может Быть Даже Одного Слоя Сегодня Достаточно Будет Очень Красиво Получается Первый Ребенок У меня Тут Проснулся Саша Пришла Говорит Вот Это Красота Правда Говорю Сейчас Покажу Вам Здесь Прокрасила Тут Уже Два Слоя Ну Что Я Пообедала Я Разделась Снова В этих Шортах Я Посмотрела Ролики Я Конечно Там Выгляжу Вообще Ну Как Уж Мне Удобно Антона Попросила Купить Еще Одну Банку Потому Что Ну Понятно Что Балкон Большой Не Хватило Краски Соня Включила Мультик Плохие Парни Называется Она Сама Выбрала Посмотрела Топ Мультиков Топ В двадцатке Нашла В списке Попросила Включить Я Буду Дальше Красить Быстренько Перекусила Сашуля С Антоном Поехали На занятия Вот Здесь У меня Два Слоя Там За диваном Три Слоя Это Один Слой Выглядит Вот Так Вот Видите Но Это Наоборот Круто Все Уже Высохло Зато Цепляться Будет Краска Очень Очень Хорошо Так Ну Что Начинаю Я Закончила Практически Время Сейчас Шестнадцать Я Вчера Начала В пять Вечера Ну То есть Меньше Суток Прошло У меня Уже Все Закончилось Закончилось Бы Но Я сижу Жду Когда У меня Третий Слой Нет Второй Слой Схватится Над Кухней И Еще Вот Здесь У меня Четвертый Слой Нужно Нанести Маленький Кусочек Тоже Диван Стоял Я Не Могла Красить Сразу Вот Сейчас Минут Пять Еще Посижу Подожду И Все А вот Здесь Везде Четыре Слоя У меня Вот Это Все Четыре Слоя Вот Капельки Истекающие Это Лак Так И Было Поэтому Это Не От Меня Такие Капли Остались Сижу Довольная Счастливая Давно Уже Хотела Белый Балкон Смотрю На Голубя Который Там Сидит Видно Во Мне И Сел Осталось Достаточно Сегодня Тут Работаю Семи Утра Получается Вчера Где-то До Полдесятого Наверное Ночи Я была Здесь Тоже На балконе Быстро Думала Что я Справлюсь За неделю Видите Суток Не прошло Круто Очень Рада Я знаю Что кто-то Скажет Таня Ты Вообще Делать тебе Нечего Но Зато Теперь Я знаю Что у Меня Здесь Даже Если Я Сяду На Корточки Все Будет В Порядке Вот Так Сейчас Буду Все Это Подшивать Субтитры ну и вот он чехол сейчас буду надевать его блин какой же он красивый ну что все готово у меня смотрите просто потрясающе мягкий чехол оказался и он идеально подошел по размеру просто как будто у нас новый диван обалдеть я в восторге в восторге девочки отпад очень красиво очень вообще чуть-чуть еще тут по бокам выровнять подправить я не знаю я не ожидала что будет так круто класс очень довольна